Всем привет! Это Шах Версус Мат, выпуск 21. Здесь мы рассматриваем матовые сети, компенсационные задачи, финальные стадии игры. Традиционно рассмотрим задачи прошлого выпуска. Белый ставит мат в три хода, ход белых. Здесь мы имеем задачу с альтернативным концом. Обращу ваше внимание, что пехотинец белых в одном шаге до поля превращения пешки в фигуру. По материалу здесь примерно равная ситуация, плюс у обоих сторон отсутствует пешечная структура. Первый ход белых очевиден, он не шаховый. В данной позиции в этом нет необходимости. Нет угрозы в виде перехода инициативы черным, поэтому первый ход белых пешка превращается в коня. Так почему же конь? Почему не второй ферзь? Для этого нам нужно посмотреть на поле c6. Это и есть решающий аргумент в пользу коня. Очевидно, что белый конь на c6 контролирует клетки и а7, и b8. Также ход белым конем на c6 является шаховым и даже матовым, если у короля черных не будет поля для отступления. Коновалы, спецы игры конями тут поставит мне плюс. Итак, достигнув восьмой горизонтали, белый пехотинец стал конем. А теперь мы с вами рассмотрим четыре варианта первого хода для черных. Вариант 1. Король b8. Мат в таком случае ставится белым ферзем на b7. Второй вариант. Пешка черных b4. Белый ставит мат аналогичным образом. Ферзь на b7. Есть также вариант для черных. Конь c7 или конь b6. Здесь также мат ферзь на b7. И, наконец, последний четвертый вариант. Ладья черных контролирует горизонталь 7 и вертикаль c. Что, в общем-то, оттягивание конца, но все же самый разумный ход для черных. Первый ход черных. Ладья c7. Белый упорно пропихивают ферзя на поле b7, шах. Это обоснованная, оправданная жертва, а нужна она для того, чтобы ликвидировать ладью черных с вертикали c. Для последующего мата на c6. Единственный возможный ход для черных – принять жертву. Белый ставит мат на третьем ходу. Конь c6. Если вы обратили внимание, белый вынудил черных вернуть фигуру в исходную позицию. Король заперт в своей защите. А теперь перейдем к следующей задаче. Белый ставит мат в два хода. Ход белых. Несмотря на то, что двухходовки решаются проще и быстрее, чем задачи в три хода и больше, здесь нужно будет крепко подумать. Обращу ваше внимание, что дальнобойные фигуры уже обездвижили короля черных. Две ладьи отрезали пути отступления по вертикалям f и h. А слон-чернопольник контролирует диагональ. Если подходить к решению математически, то нужно обработать все возможные направления, все возможные варианты. И решение любой задачи – лишь вопрос времени. Мы с вами будем продолжать разминать задачи и вырабатывать навык. То самое комбинационное зрение, о котором много говорил Михаил Ботвинник. И слова «чувствовать ситуацию на доске» имеют довольно конкретные корни. Изначально, конечно, мы учимся механики, наблюдения, анализ, вывод. Как только накопится достаточно опыта, время, требуемое для решения задач, значительно сократится. Я желаю вам правильной и быстрой реакции в игре. И, конечно же, удачи. Пока. Продолжение следует...